МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это мои первые спринты вообще в жизни, в которые я еду. Но мне очень понравилось на самом деле. Кем? Нет. Потому что, оказывается, я могу быть сильнее, чем девочки постарше. И при этом, ну, как бы, ну, не знаю, я еще в Ютубе смотрела много спринтов, училась. И девочки, я вижу, что они пытались, как-то, если я вперед прошла, потому что со второй позиции легче выходить на финиш, я как бы не давала ее взять. И, ну, как бы, эта гонка просто интересная по ее прохождению, как бы сказать. Самым быстрым среди юношей оказался кандидат мастера спорта из Омска Иван Залепятский. Велогонщик просчитывал маневры, занимал удачные позиции на треке и лидировал на всех спринтерских дисциплинах. В командном спринте, кейрине, гите с места и спринте. Эта дисциплина у меня одна из излюбленных. Я по ней, можно сказать, специалист. Специализируется конкретно на ней. Ну, еще на одной кейрине, дистанции. Конкуренция достаточно серьезная. Приходится бороться, не отступать. Еще одну, пятую награду Иван Залепятский взял вместе с товарищами по команде в гонке-преследовании. Нашим спортсменам удалось догнать соперников и тем самым досрочно завершить заезд. Это уже заключительные старты. Ну, хочу сказать, что результаты достойные. Видно, что ребята, некоторые готовы, некоторые только начинают осваивать трек. Соревнования для подготовки спортсменов к предстоящим стартам. Чтобы они учились и набивали руку, чтобы на первенствах России, чтобы более-менее были готовы. Совсем скоро Омский велотрек примет уже опытных спортсменов из соседних регионов. С 28 по 30 октября здесь пройдет чемпионат Сибирского федерального округа. С決ильником ОООООООН Продолжение следует... Продолжение следует...